Наш гость, доктор наук, профессор кафедры летательных аппаратов Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнёва, ну наш прославленный аэрокос, который я закончил в своё время, собственно поэтому я стою на научных позициях. Ты серьёз? Ты закончил? Вадим Кольга, доброе утро. Я закончил. Доброе утро. Правда экономический факультет не космический, но тем не менее. Все, кто закончил аэрокосмический, они все космонавты. Бывших не бывает. Вадим Валентинович, доброе утро и давайте поговорим обо своей... Можно я один вопрос? Ты хочешь первый, да? Я хочу спросить, космос, он живой всё-таки? Конечно живой. Просто вам некогда следить за этим, но он живой на самом деле, всё летает, есть много интересных фактов. Ну парочку могу назвать, например, вот есть такой космический аппарат, называется Кассини Гюгенс, слышали? Нет, нет, не слышали. 20 лет летал. Уже все выработал, все ресурсы, уже давным-давно было его... Всю программу выработал. Ну его в итоге сожгли в атмосфере Сатурна только потому, что, ну всё, он же всё сделал, что мог. Сожгли в атмосфере. Сожгли, имеется в виду, как наш метеорит, он зашёл в атмосферу и сгорел там. Всё было очень стойно. В атмосфере Сатурна сгорело. Да. Ничего себе. Вадим Валентинович, а что вот сейчас вообще происходит в мировой космонавтике? Мы сделали это 60 лет назад первыми, но по ощущениям остаться первыми вот в космической отрасли нам не удалось. Сложновато. Или мы всё-таки как-то на паритетных позициях? Ну дело в том, что космос вообще интернациональная сфера. Ну да. Первые, не первые, неважно. Как только ты вылетаешь, ты проделил атмосферы, это общее пространство. И двигаться там все страны пытаются, все. Даже, ну например, Индия, нет своих носителей, но они программу по своению Луны разрабатывают точно так же, как и другие. Поэтому, мне кажется, в этом и есть прелесть. Ну да, мы первые были, мы молодцы. Я прямо всегда это гордо везде говорю. Но сейчас уже не столь важно, кто первый, кто не первый. Ну вот одна из тенденций, например. Слушайте, ну важно. Ну важно. Ну это же вот одно из событий, которое навсегда останется в истории этой страны. Первый человек в космосе был наш, ну советский. Скажи просто, приятно осознавать, что мы первые, да? Ну да, правильно вот... Знаете, я вот сейчас смотрю сериал американский, он называется «Воимя всего человечества». Там такая интересная история, альтернативная. Сериал про то, что если бы мы не проиграли космическую гонку, что если бы Королев остался жив, разработал это, это и это, и вот по ходу этого сериала первый человек, который сожжет на Луну, это Алексей Архипович Леонов. И вот американцы вынуждены нас все время догонять, если следует сюжету вот этой истории. Вообще, это вот насколько актуальна история соперничества в космосе. И действительно она продуктивна. Ведь когда мы шли, что называется, ноздря в ноздрю, дела в космосе двигались прям активно. Прям реализовывались программы очень дорогие. Люди реально высаживались в Луну. Хотя там есть, конечно, вопросы, было ли это на самом деле. Ну, в общем, нам сейчас не хватает вот такого соперничества. Ну, на самом деле, в любой области, в любой области, в космосе тем более, когда есть кому бежать, а кому догонять, и оба равные соперники, всегда добежим дальше. Это нормальная ситуация. Ну да. Как только мы поделились, сказали, вы сами по себе, мы сами по себе, конечно, уже тебя ничего не подталкивает, чтобы кого-то догнать. Но, тем не менее, все равно я считаю, что космос движется вперед. Есть много интересных вещей. Те же многоразовые ракеты. Их во всех странах развивают. Понятно, что вы знаете, допустим, Falcon, например, 9, но во всех странах они есть. Спасаемые ступени абсолютно разными техническими решениями. Ну, просто когда все дожидаются ситуации, чтобы всей космической технике перейти на многоразовые ракеты, ну, можно и подождать, можно пока разработать и другие решения, почему и нет. Скажите нам, что вы нам принесли? Дело в том, что вот как раз наверняка я понимаю, что разговор пойдет и о Королеве в том числе. Да. И он прямо сразу о нем и пошел, о том, что действительно мы добились, мы стали первыми, благодаря, конечно, Сергею Павловичу Королеву, безусловно. А вот начинал он с ракет, которые делал, ГИРД называется они, они летали в атмосферу, там, 2 километра. Это про вот эту ракету мы рассмотрим. Это модификация. То есть он же ведь еще тогда настоящие ракеты не делал. Ну, вот такие делают ракеты школьники у нас. Ну, это не в чистом виде ГИРД, они их модифицируют. Но вот одна из тех, которая летала, вот у нас не так давно мы делали запуски такие массово. То есть она при полете, я как девушка, которая не разбирается в космосе, она распадается на части, да? Ну, она, во-первых, она красиво летит и высоко, метр там на 200. А во-вторых, вот конкретно у этой ракеты у нее есть такая хитрая система спасения, которая у нас не пользуется. У нас же как система спасения? Он выпал и там парашютик какой-нибудь, ну, как мы привыкли. Да-да-да, как мы привыкли, да? Здесь роторный парашют, он такой сложный, он более управляемый, ну, такой типа вертолет, скажем так. Причем под собственным... Это какие-то новые технологии? Ну, это все разные решения, у нас их больше, чем вы думаете, я вам сразу говорю. Вопрос только, что из них уйдет в большую космонавтику, что станет? Вадимович, а вот насчет решений. Я так понимаю, вот даже то, о чем вы сейчас говорите, многоразовые ракеты, это все равно такой классический способ доставки людей на орбиту. То, с чего началось 60 лет назад, Королев, ракета Гагарин. Потом мы помним, значит, американская программа Шатова, которая была свернута. И сейчас мы опять вернулись вот к этой теме. Правильно ли то, что вот то, что сделал Сергей Павлович в этом смысле, единственная правильная схема, которая будет работать еще много лет? Ну вот, вот я специально начал про многоразовые ракеты, чтобы вы меня подтолкнули к этому, а я поговорил. Ну, очень интересная, конечно, тема, многоразовые ракеты, но летают-то на одноразовых, причем в большинстве и на наших. Да, разговор идет о том, что вот, когда сделают ракеты многоразовые, от нас откажутся, никто не отказывается пока от ракет, которые самые надежные в мире. Это так, реплика. А теперь, что касается многоразовых. Ну, на самом деле, у многоразовых ракет пока еще это не абсолютное решение. Вполне возможно, что оно так же закончится, как и началось, потому что сильно много нужно менять в самой технологии. Перестраивать всю систему нужно, да? Да, всю систему, абсолютно. Если двигатель одноразовый, сработал и все. А теперь вам нужно двигатель, который надежно будет запускаться, ну там, 10 раз, например. Это совсем другая история. Если он на пятый раз не запустится, ну, кому-то хорошо. Тогда получается, что все пять раз перед этим, они были, ну, или четыре, да. Они были неэффективными. Есть и другой способ снизить стоимость выхода. Сделать ракет на 3D-принтере, что и делают. Вот так вот. Да, вот так вот. Даже так уже. 3D-принтере. Ничего себе. В заключение последний вопрос. Мы не можем просто не спросить. Много озвучивается планов по освоению Луны. Мы вроде должны туда вернуться. Или уже не будем возвращаться сразу на Марс, полетим. Вот насколько это перспективные вещи, и стоит ли ожидать каких-то прорывов вот к этим планетам, ну, в ближайшие, не знаю, лет 10-15. В ближайшем, я бы сказала. Я сейчас скажу, субъективно меня. Правильно, да? Да. В Луне я, честно сказать, не вижу никаких перспектив. Потому что там уже были, несмотря на скепсис, там были. Это безусловный факт. Как выпускник аэрокоса я никогда не оспаривал этот факт. Действительно, это доказано научно, да. Ну, мне, правда, не вижу никакого смысла в том, чтобы еще раз полететь на Луну. Вообще смысла не вижу. Ну, может, там космический туризм, может быть. Опять он не окупится, опять же. А вот с Марсом, да. Последний вот марсоход. Так, Perseverance, может, слышали? Да, конечно. Ну, это прямо, да, это уже целая лаборатория, у которой прямо задача стоит. Найти место для высадки людей. Найти возможность вырабатывать кислород из атмосферы. Это очень важно. Это не когда от растения, а когда уже какая-то, какой-то механизм, который позволяет... Какая-то реакция, да, которая позволяет получить кислород. Ну, да. Главное, чтобы было из чего. Это значит уже, эта колония может быть, ну, на длительное время существовать там. В этом плане, еще буквально до Perseverance, я бы сказал, да, до Марса еще там далеко очень. А сейчас скажу нет. Уже, я думаю, что в 10 лет... Подбираемся. В 10 лет мы уложимся уже точно. То есть есть уже технологии, которые позволят решить эту задачу, а это сверхсложная задача. Вот полет к Марсу, для меня кажется, совершенно что-то невероятное с точки зрения выполнения, точности и так далее, и так далее. На самом деле уже давно есть, и эта задача давно по силам. Вопрос только в решении, потому что отправить людей... Как в свое время Колумб, он же, когда плыл в никуда, он же все равно понимал, что если приплывет, там будет так же. Есть чего поесть, есть чем дышать, да? Ну, в общем, план был такой, да. А тут ситуация, ты прилетаешь на Марс, а там ничего есть и нечем дышать, примерно так, да? Если вот мы технологии... И очень некомфортно там по температуре. И очень некомфортно, да. Да хорошо бы, если аборигенов бы еще не было. В общем, о космосе можно говорить вечно, у нас впереди уже сюжет. Спасибо вам большое. Вадим Кальга, доктор наук, профессор кафедры летательных аппаратов Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика Михаила Федоровича Решетнева был у нас в гостях.